Если вы учились в ВУЗе, то в итоге заработаете больше своих сверстников, которые там не учились. Почему? Сейчас разберемся. Меньше чем за минуту. В 60-х годах прошлого века американский экономист Джейкоб Минцер использовал теорию человеческого капитала для объяснения различий в доходах людей. Он выяснил, что ежегодный рост доходов за каждый год дополнительного обучения может достигать от 5 до 10%. То есть, вероятнее всего, после 4 лет добросовестной учебы в институте, вы сможете зарабатывать на 40% больше, чем ваши однокашники без высшего образования. За условные 10 лет бакалавр заработает на 14 автомобилей, а его визави только на 10. Кроме того, человеческий капитал генерируется вами. Он мобилен, и его можно использовать, сообща с другими людьми. Чем больше работает ученый или доктор, тем больше массив информации и навыков осваивает и может передавать свой опыт другим. Яркий пример преподнесла пандемия. Мобильность и способность работать из любой точки мира без опоры на оборудование, а только на объем знаний, позволила не снижать доходов людям, которые инвестировали в себя. То есть, в свой собственный человеческий капитал. Хранится он не под матрасом и не в банке. Он здесь, в вашей голове. До новых встреч и новых простых открытий о сложном.